Библейский портал экзегет.ру представляет Пятая глава послания к евреям для библейского портала экзегет. Читаю свой собственный перевод с краткими комментариями. И в конце четвертой начинается тема Иисуса как первосвященника, великого первосвященника. Кто такой первосвященник? Главный служитель в храме. Ну, собственно, вождь духовный, а в какие-то моменты и политический вождь еврейского народа. Послание к евреям, напомню. Поэтому они прекрасно знают, кто такой первосвященник. Это, говоря современным языком, такой, знаете, патриарх и президент в одной лице. И даже более того, потому что некоторые жертвы приносят только он. То есть у него есть полномочия совершать какие-то определенные обрядовые действия, и соединяющие народ с Богом, которые никто другой не совершает, в принципе. Для человека ветхозаветного это очень серьезно. Это не просто некая должность, на которую можно поставить, с нее можно снять. Но это вот некоторая такая особая функция, особое служение, соединяющее народ с Богом. И вот в послании сказано, что Иисус наш великий первосвященник, который имеет опыт жизни и умирания как человек. И что же о нем мы говорим как о первосвященнике? «Всякий первосвященник, взятый из числа людей, заступается пред Богом за них, принося ему дары и жертвы за грехи. Он может быть снисходительным к людям невежественным и заблудшим, ведь он и сам подвержен слабостям, и потому вынужден приносить жертвы за собственные грехи, как и за грехи народа». Ну, помимо тех жертв, которые приносились, он действительно за свои грехи приносил жертвы и за грехи всего народа, поскольку все грешны, да, это вот было прописано, собственно, в ритуалах Ветхого Завета. «И честь этой никто не добивается сам по себе, а лишь по Божьему призыву, как было и с Аароном». Еще одна вещь, вот если, допустим, мы с вами, древние израильтяне, захотели стать первосвященниками, у нас нет возможности это сделать, с какими бы мы прекрасными не были. Чтобы стать первосвященником, нужно было родиться потомкам первосвященника, это передается по наследству. Соответственно, некогда Бог выбрал Аарона, даже не Моисея, а его брата Аарона. Моисей, величайший пророк, не был первосвященником, а Аарон был. И потомки Аарона отныне первосвященники. Так было и со Христом. Его прославил как первосвященник и тот, кто сказал ему, ты сын мой, сегодня я тебя породил. Это цитата из Псалма, она уже приводилась в начале послания. Но вот здесь, кстати, евреи грамотные могли очень хорошо возродить. Так, вы говорите, что Иисус первосвященник, он не потомок Аарона. Аарон из колена Левия, а Иисус из колена Иуды. Все, он даже не может быть левитом. Но автор нам говорит, смотрите, как потомки Аарона стали первосвященниками. Не потому, что они захотели или у них там что-то великое получилось, потому что Бог избрал Аарона. Так вот, он избрал Иисуса. Он его сделал первосвященником. Не просто сделал, а породил. Цитата из Псалма, которая уже приводилась, и которая показывает, что, собственно, изначально Христос именно тот, кем мы его знаем. И первосвященник в том числе. Так и в другом месте говорится, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Мелхиседек, это у нас, конечно, персонаж из Ветхого Завета, из книги Бытия, который встретил Авраама, благословил его, от Авраама принял десятину. Ну и что, зачем он нам нужен? А здесь очень интересная мысль. Иисус не из колена Левия, да, но Мелхиседек тоже не из колена Левия, он вообще не израильтянин. Израильтянин все потомки Авраама, а Мелхиседек тот, с кем Авраам беседовал. Ага, значит, оказывается, есть другое первосвященничество, не связанное с потомством Аарона, не связанное с ритуалами Ветхозаветного храма. И вот эти слова по чину Мелхиседека, то есть священник в том же смысле, что и Мелхиседек, возможно, когда-то относились к израильским царям, кому-то еще. Но здесь это относится к Иисусу, и значит, есть некое иное священство, чем храмовое. В дни своего воплощения он, Христос, возносил с громким плачем и слезами молитвы и прошения к тому, кто мог избавить его от смерти, и в смирении своем был он услышан. Естественно, к Отцу. «Хоть и был он сыном, но в страданиях сам обрел опыт покорности Богу, и в совершенстве может теперь быть источником вечного спасения для тех, кто покорен ему». Но можно сказать, приобрел совершенный опыт покорности Богу, и смысл, в общем, примерно один и тот же, что Христос обладает этим опытом, уже говорилось, жизни и умирания, но и обладает опыт покорности Богу. Соответственно, он источник вечного спасения, он тот, кто позволяет человеку приобрести этот же опыт. Таким первосвященником по чину Мелхиседека нарек его Бог. То есть, вот именно эта способность быть человеком, этот опыт человеческого бытия делает его первосвященником в том смысле, что он не просто приносит что-то людям, но он становится посредником между Богом и людьми, то, что в служении ветхозаветного первосвященника было явлено, но лишь как что-то временное, непостоянное и краткое. Рассуждать об этом мы можем долго. А, простите, пропустил. Таким первосвященником по чину Мелхиседека нарек его Бог. Рассуждать об этом мы можем долго, но вам будет тяжело это истолковать, вы слишком ленивые слушатели. С течением времени и вам следовало бы стать учителями, но снова у вас возникает нужда, чтобы кто-то научил вас самым основам, начальным Божьим изречением. И тут вдруг неожиданно такой выпад прямо в сторону слушателей. Вообще-то вы все сами должны были это давно уже понять и знать. Но вот пропустили, поэтому приходится вам кратко напомнить. Вот это не очень похоже на Павла. Павел обычно ободрял. Если ругал, то ругал за какие-то очень конкретные вещи. Оказалось, что вам нужна не твердая пища, а молоко. Всякий, кто питается молоком, младенец, не сведущий в праведном слове. А твердая пища, она для взрослых. Ведь их чувства на опыте научились отличать добро от зла. Ну, понятно, младенец, который сосет материнскую грудь, ни другой пищи не знает. Он вот этим и питается. У него нет необходимости никакой выбирать, что там ему съесть, где хорошая пища, где плохая. Просто вот ест и все, да. И можно сказать, что тут точно так же человек, который слушает полностью такого своего духовного наставника, он ничего самостоятельно не выбирает, он следует за ним. А пора бы уже и повзрослеть, говорит автор послания своим адресатам. И дальше он переходит к каким-то более важным вещам. Вот, собственно, эти первые пять глав – это молоко. Это объяснение самого простого. С шестой начнется что-то более сложное. С шестой начнется что-то более старое. Продолжение следует...